Девушки отдыхают Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвергши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное! Блаженны плачущие, ибо они утешатся! Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю! Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся! Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут! Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят! Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими! Блаженны изданные за правду, ибо их есть Царство Небесное! Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня! Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах! Так гнали и пророков, бывших прежде вас! Вы — соль земли! Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на поприще людям! Вы — свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного! Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей стих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Я Визгова Валерия Николаевна, директор Калурского областного театра юного зрителя. Для меня Библия радостнее сбыва. Вы слышали, что сказано древними. Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему, пустой человек, подлежит верховному судилище. А кто скажет безумный, подлежит геене огненной. Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар свой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судьи, а судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта. Вы слышали, что сказано древними? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его им, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано так же, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, а кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древними, не переступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножья ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше. Да? Да. Нет? Нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злом, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Прощащему у тебя дай, отхочащего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего своего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. И добуйте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? И так будьте совершенны, как совершенен Отец Небесный. Субтитры создавал DimaTorzok